Дорогие друзья, у меня сегодня такая очень приятная лекция, которая близка абсолютно всем, но она очень сложная, потому что я не представляю человека, которому нечего сказать по поводу рыбы, рыбалки, Волги и так далее. То есть любой абсолютно человек, который вырос на Волге, все, о чем я буду сегодня говорить, принимает очень близко к сердцу, многие вещи может оспорить и на основании собственных сведений выдать какое-то совершенно парадоксальное суждение. Я же буду говорить поэтому только о том, что знаю сам, потому что мне очень повезло, и я с детства имею отношение к Волге, и к рыбалке, и к рыбакам. Дело в том, что моя прабабушка, как многодетная мать, получила участок под огород, который был очень далеко от воды, и они туда ходили пешком от Дальнего Затона вверх, в Займище, в Гусельское, чтобы просто выжить, и после войны сажали там какие-то картошки редиски свои. И когда сделали Волгоградское водохранилище у нас в Саратове в 61 году, то получилось совершенно случайно так, что этот участок оказался на берегу Волги. Я теперь из калитки могу, если хорошо разбегусь, то долететь до воды. Соответственно, все мое детство, буквально возраста полгода мне было, меня таскали родители на Волгу, месяцев по 6-7 мы там жили, и все мои друзья были рыболовами. Во-первых, потому что глупо заниматься чем-то еще, если у тебя рядом с тобой огромная река, а во-вторых, еще из-за того, что мои маленькие приятели, которым было 6-7-8-10 лет, то есть в тот момент, когда мы уже могли самостоятельно уходить с дачи и заниматься тем, чем считаем нужным, рыболовами были вынужденными. Дело в том, что они были из неблагополучных семей, и продажа рыбы была очень существенным подспорьем для них. И если они четко знали, что если прошел шторм, что идет дождь, что завтра погода не предвидится хорошая, это ни в коей мере не волновало их родителей, которые были авторами, собственно, этих неблагополучных детей, потому что рыба нужна была на продажу. И я с ними вырос, и для меня не существует понятия плохой погоды, или что рыба не клюет, или, может быть, у меня там насадки нет, или там перемет порвался, или там, я не знаю, блесна оборвалась. Эти понятия никогда не учитывались, соответственно, рыбу я с детства умею и люблю ловить при любых условиях. Это такая краткая предыстория, почему я, собственно, набрался наглости и взял в руки этот микрофон. То есть некоторые права я имею на оценочные суждения в области рыболовства. Если серьезно и начинать сначала, то история любой реки – это, конечно, история рыбаков, которая началась с незапамятных времен, и не мне рассуждать о ее начале, потому что среди нас есть специалисты, которые гораздо лучше меня знают всю историю саратовского рыболовства, в частности, Анна Кашникова, которая всю жизнь занимается Укеком, да, и Укек – это Поволжский город, где также жили те же самые рыбаки. А я начну немножко с более близких нам времен и сделаю акцент на том, как государство относилось к добыче рыбных запасов обычными гражданами. На самом деле все началось в 2018 году, когда была в нашем молодом советском государстве создана глав рыба, а на местах были созданы райрыбы, районные рыболовные или рыбные управления, которые регламентировали всю вообще деятельность рыбаков и рыбацких бригад по всей огромной стране. Нашего Саратова это коснулось в сентябре 2020 года, то есть еще фактически не закончилась гражданская война, где-то тут белые, где-то красные, города захватывают зеленые, разруха, ничего не ходит, ничего не работает. А в сентябре 2020 года выходит обязательное постановление Саратовского районного управления по рыболовству за подписью председателя ГОБИС полкома. Вот это та самая райрыба, которая определяла нашу жизнь буквально с первых шагов к существованию государства. Настоящим объявляется для всеобщего сведения и неуклонного исполнения, что в связи с организацией Саратовского районного управления по рыболовству весь плес реки Волги от Черного Затона Симбирской губернии до села Караваенки Царицынской губернии со всеми озерами и затонами, находившимися ранее в распоряжении разных губ-продкомов с сего числа перешли в полное ведение Саратовского районного управления коему и предоставлено исключительное право улова рыбы и изготовления рыбных продуктов в указанном плесе. Посему всякое рыболовство в указанном районе без разрешения рая рыбы, кем бы оно ни производилось, считается незаконным. Все рыболовные принадлежности лиц, производящих без разрешения рая рыбы лов в указанном районе, подлежат конфискации. Предлагается всем артелям, союзам и организациям, занимающимся рыбной ловлей в указанном районе, обратиться за разрешением на получение удостоверения в районное управление по рыболовству, улица Республики, дом 16, комната 4. Это у нас гостиница «Волга» нынешняя. И у меня только один вопрос в связи с этим возникает. Каким образом рыбак во время гражданской войны мог добраться из Черного Затона, во-первых, до Саратова, какую-то бумажку подписать и с этой бумажкой ехать сколько-то дней обратно. То есть это была на самом деле рискованная для жизни операция. И я с трудом понимаю, как все это происходило на самом деле. Но мы понимаем, что государство обозначило свою позицию. И все, что происходило у нас помимо его воли, жестоко преследовалось. Я не дочитал там последний абзац, который говорит о том, что все формы милиции и так далее должны следить за тем, чтобы это постановление неукоснительно соблюдалось. В те годы еще не было, во-первых, дефицита рыбы, во-вторых, не было нынешнего понятия браконьерства. То есть браконьеры были всегда. Но это всегда касалось либо того, что люди зарабатывают деньги на чужом участке, либо продают рыбу не туда, куда надо, либо не платят с нее налоги. То есть это было экономическое преступление скорее, чем какое-то другое, например, экологическое природоохранное. Никого никогда не преследовали за варварские способы лова. Ну, разве что, конечно, возникали вопросы по поводу глушения рыбы, о том, где ты взял динамит. А все остальное мало людей интересовало. Интересовало, куда ты потом будешь девать заработанные деньги. Поэтому понятие браконьеры, я к нему еще вернусь, оно в нашем современном понимании стало употребляться где-то после войны, после уже образования водохранилища. О причинах я тоже скажу. Исходя из этого, все, что я сегодня буду показывать, все, что я буду рассказывать о рыбалке и о методах ловли рыбы, называется «не беритесь повторять». Пожалуйста, не нужно этого делать, потому что все, что лежит вот на этих столах, это ныне незаконные предметы для ловли рыбы. И мы сейчас будем говорить только об исторических вещах, а вовсе не о том, как и где удобнее поставить сеть или что лучше насаживать на перемет именно сегодня. Мы говорим об этом только в прошедшем времени, я прошу это все учесть. Теперь о названии лекции, почему бредни с балберками. Мне очень понравилась предыдущая лекция Кирилла Андреева, который рассказывал про столярный инструмент, который мы вроде бы все с детства знаем, все эти рубанки, а на самом деле там все гораздо тоньше, там все эти шерхебели и прочие штрейкбрейхеры, которые чрезвычайно интересны, любопытны, все эти немецкие названия. Поэтому мне сразу же пришли на ум бредни с балберками, и тут же выяснилось, что, в общем-то, я прав, что эти вещи далеко не все знают, что эти названия не обиходные. Например, мне дочь в Фейсбуке написала, что в переводе на русский язык бредни с балберками – это неводы с поплавками. Это грубейшая ошибка, потому что поплавок-то поплавком, а бредни и неводы – это принципиально разные вещи. Бредни с ним ходят, а неводы – это то, что забрасывают и потом вытаскивают. И вот это вот заявление московского человека, оно, конечно, очень смешит всех, кто живет на Волге. Я, ничего не подозревая, сегодня захватил книжку Григория Боровикова, которая называется «На Бакине». она из Сарата в 1947 году, просто ради иллюстрации. Думал, что, ну, вот наши саратские писатели уделяют этой теме много внимания. И вдруг я на час раньше пришел, чтобы разложить это все, и открываю и читаю следующее. «Сразу же после обеда ловцы заметали невод, вытягивали его вечером. Полина находилась возле трактора, ей было весело. Трактор равномерно постукивал, навертывая на вертушку бичеву. Крыло невода уже показалось из воды, унизанное деревянными балберками бичева вздрагивало, то билась в неводе рыба». То есть балберки есть, они вот совпали с названием лекции, но речь как раз идет о неводе, который тянут не люди, а, как видим, он привязан за трактор. Разумеется, если саратовские писатели жили на Волге, они уделяли большое внимание и рыболовству любительскому, и промысловому, потому что в те годы добыча рыбы – это была такая же почетная работа, как и хлебороб, и производитель прочего вида провианта. Это было очень важно для государства. Я долго думал, нужно ли использовать хроникальные кадры наши, но подумал, что у каждого YouTube есть, и, наверное, все много раз видели о том, как ловят здесь осетровых, и подумал, что мы сейчас не будем терять время, а я лучше буду показывать те фотографии, которые вряд ли кто-либо видел, и на них объяснять, как все это происходило, и что мы потеряли. Я начну сейчас с маленького... Я буду чередовать показ фотографий и некие там свои рассуждения, чтобы мы не сильно скучали. Моя добрая подруга Арина Кузьмина дала мне фотографии из своего архива, где совершенно неожиданно обнаружились бытовые сцены, и в ее семье никто совершенно не придавал значения вот таким замечательным вещам. Это ее дед с родственником, они сидят на классической гулянке, явно приехали с рыбалки и демонстрируют свой улов. Причем на этой фотографии нет ничего выдающегося, это бытовой кадр из жизни обычной семьи. Мы вот видим, что осетры сидят на куканах, значит, какое-то время назад их поймали и сколько-то сохраняли в воде живыми. И если учитывать, что сетки обычно на ночь ставят, то есть либо они уезжали вчера, либо максимум позавчера. И вот этот вот улов демонстрировалась всегда только крупная рыба, мелочь никто в кадр не совал. То есть это был обычный, нормальный улов непрофессиональных рыбаков. Родственники Кузьминой никакого отношения не имеют к рыбодобыче, это обычные городские люди. Да, это осетры, потому что у них очень широкая голова, очень широкое брюхо. Стерляди, они все-таки очень изящные, у них вытянутый нос, это чисто осетры. Так, одну минуту. Это либо конец 50-х, либо самое-самое начало 60-х. То есть это еще явно не водохранилище, а если водохранилище, то буквально первые его годы. Водохранилище у нас было в 61-м. Вот эти же люди демонстрируют самую крупного осетра, которого они поймали. Повторюсь, это была бы обычная добыча обычного человека, который нашел себе силу купить гулянку и поехать поставить сеть. Хотя, может быть, и перебор здесь, это не важно. те же люди. Вот. Здесь вот дети. Дети, что попроще, демонстрируют щуку. Но щука тоже такая, скажем так, не рекордных размеров, но вполне понятных, что это рыбалка, семья, и люди не придавали особого такого значения этим уловам. Вот я эту папку закрою. Вот насчет как раз детей. Очень странное было отношение, двоякое нашего государства, к проблеме рыболовства. С одной стороны, вроде бы рыболовство не поощрялось. Вот я вам прочитал самый первый указ 20-го года. И потом это все тоже было очень строго, особенно в начале 30-х годов, когда был голод очень сильный в Поволжье. И люди, разумеется, те, кто жили рядом с водоемами, они пытались там что-то ловить, какую-то рыбу, чтобы выжить. И государство тоже отнюдь не приветствовало такое поведение, потому что это все-таки считалось государственным ресурсом. И если ты его добываешь как физлицо, выражаясь по нынешнему, то это не очень хороший такой жест. Это все время, если не пресекалось, то, мягко говоря, не приветствовалось. И в то же время, совершенно парадоксальным образом, масса детской литературы, масса каких-то популярных сборников почему-то пропагандировали рыбалку. Я не могу найти ответ на вот это противоречие, я его просто зачитаю. Вот у меня сборник «Маленьким волгарям» это «Саратов, 29-й год». То есть еще хозяйство такое, прямо скажем, неустойчивое. Читаем. Значит, это для вторых классов сельских школ. Здесь описывается все, что ребенку нужно знать о семье, о школе, о государстве, о том, как вообще устроен этот мир. И буквально на девятой странице у нас рыбная ловля. То есть в начале учебника жизни у нас пособие по рыбалке. «Привязав к ракитам лодку, мужички вдвоем, близосоки в тихомолку, тянут сеть с трудом. По траве в рубашках белых скачут босиком два мальчишки, загорелых на прутах верхом. Тянут, тянут, закричали ребятишки, вдруг вдоволь чая теперь поймали и линей и щук. Сеть намокшую подняли дружно рыбаки, на песке затрепетали окуни линьки». Вот опять мы видим, что рыбаки ловят рыбу сетью. Это не вызывает ни у кого никаких вопросов. И дети должны, собственно, учиться, как добывать рыбу. Уж для какой цели, вот я не могу теперь понять. На следующей странице рисунки рыб, и детям дается задание этих рыб запоминать по внешнему виду, называть их названием. На следующей странице у нас игра детская, школьная, называется «Караси и щука». Суть ее я пытался понять, мне кажется, что это не очень веселая игра, но класс разбивается на две части, одни караси, другие щуки, кто-то кого-то ловит, и опять все это происходит только для того, чтобы дети точнее усвоили, как эти рыбы называются, кто из них хищник, а кто из них травоядный, потому что иного смысла я здесь не вижу. И продолжалось это все, ну, все существование, наверное, советского государства. Каждый год выходили в саратском издательстве книжки по не только, ну, скажем так, имеющие отношение к рыбалке, а именно показывающие, что рыбалка – это хорошо, это правильно, и детям нужно к ней приобщиться. У меня в руках сборник Бориса Озерного на «Волге», и здесь написано следующее. «Я довольна, очень рада, хорошо на «Волге» мне, дядя взял меня в бригаду, что рыбачить на то не». Ударение явно здесь не то, но мы не будем придираться. «Дядя здесь не самый главный, самый главный здесь другой, но зато мой дядя славный, самый первый звеньевой. Кто сильнее, его не знаю, он и крепок, и высок, я свободно залезаю с головой в его сапог. Дядя – это папин брат, он всегда мне очень рад, потому что я не плачу, потому что я вродню, потому что я удачу приношу им на тоню. Я слежу за рыбаками, выбирают невод. Вдруг рыбы стали бить хвостами, так что радуга вокруг. Сколько рыбы? Я не знаю, может быть, столько рыбы не смогли бы в две машины погрузить. Судаки, лещи, сазаны и осетра великаны. Преогромная белуга рот раскрыла с перепуга. На тоне улов богатый, без удачи нету дня и недаром благодатный, называется Тоня». Книжка у нас 1954 года, и у них рот раскрывает огромная белуга. И явно Борис Михайлович Озерный все это писал не потому, что здесь какое-то экзотическое событие описывается, а потому что белуга – это был стандартный улов местных рыбаков. Я сейчас опять перейду к фотографиям. Вот это всем известный кадр, их много существует. Они показывают, что у нас в Волге водилось до определенного момента. Это самый известный снимок. Он сделал в 1937 году в деревне Кошели. Это Воскресенский район. Это следующее через пролив после Усовки. То есть такое дачное место, где все вот это вполне могло водиться. И понятно, что это экзотика, но рыбы, сравнимые по величине, наверное, экзотикой не были. Это была стандартная добыча рыбколхоза. Это белуга. Это и как раз и есть та самая белуга, которую мы вряд ли когда-нибудь увидим живьем в наших краях. Да, дело в том, что ревет белуха. А нам же трудно что-то выдумывать и усложнять, поэтому в пословицу, вернее, в поговорку вошла белуга, который, разумеется, никаких звуков не издает за ненадобности. Буквально несколько кадров. Я выбирал специально бытовые сценки из домашних семейных альбомов, которые показывают, как к рыбалке вообще относился наш поволжский, саратовский народ. Здесь мы видим, что вот только еще лед фактически не сошел. Это буквально дни дохода. Ребята уже куда-то гребут по каким-то там своим, скорее всего, рыбачьим делам. Тут, простите, я сижу в возрасте где-то одного года за рулем гулянки и фотографии я сюда засунул не потому, что я очень хвалюсь тем, что я сидел за рулем, а просто потому, что это тоже бытовой кадр. То есть никто не делал это не постановочно, это обычная вещь для тех лет. Это один из друзей центра Гектора Бараки из деревни Исеевка или Евсеевка, который дал нам фотографии своего деда или отца. Наверное, вот Марина Карачаровская лучше знает, кто Богословский. Приходится... Да, Иван Богословский это его дед, а он зимой и кто-то передал и хранит в детстве. Вот, это Иван Богословский, который занят как раз традиционным волжским ремеслом. Вот здесь вот мы видим такие... И вообще отличайшие фото. Я не представляю, при каких обстоятельствах люди фотографировали процесс установки или проверки сетей или вентерей или чего-либо подобного. Это сейчас можно куда-то выложить в соцсети, а раньше это было такое... Ну, это все равно что кормить поросят там, да, или забивать курей. Я таких фотографий практически не встречал. У этого человека в руках он не ставит, он, по-моему, просто проверяет вентерь. То есть вот это достаточно сложная конструкция. Вот. Даша, иди сюда. Вот отсюда подойди. Это такая вот труба, в которую нужно загнать каким-то образом рыбу. И происходит это либо с помощью одной вот такой створки, либо с помощью двух, как вот висит на бредне над гулянкой. В конец кладется какая-то приманка. Приманка может не класться, если вентиль устанавливается в каком-то узком месте, вот как у Богословского, да, то есть какой-то прогал между камышами, где рыба сама имеет очень узкую какую-то только дорожку и может залезть вот в эту трубу, состоящую из сетки. Это, повторю, называется, спасибо, Даша, я тебя еще буду звать сюда. Эта штука называется вентиль, ловит мне ее обычно прудовую трубу, линей, караси, иногда плотва какая-то попадается, в основном это линь-карась в стоящих водоемах на открытой воде такую штуку не используют. Она сейчас запрещена, поэтому вот то, что осталось, это вот самовязные приборы, которые я использовал в каких-то деревнях, в заброшенных базах лодочных, на зеленом иногда острове это все брошено, и вряд ли кто теперь вот еще сделает такой хитроумный прибор. Я сейчас тогда раз уж начал показывать предметы ловли, сейчас немного руками, а потом мы опять идем к фотографиям. Не думаю, что есть смысл кому-то рассказывать про сети, потому что там все понятно, там есть верхний урез, который растягивает сетку так, чтобы она занимала как можно более вертикальное положение сверху поплавки или на волжском сленге это называется балберки. Балберки я принес, потому что не смог найти у себя сеть с уже привязанными балберками, и бредни у меня тоже нет, разумеется, а балберки это чаще всего обкатанные водой куски коры, которые по весне очень часто плывут, разумеется, они трутся друг об друга от берега и приплывают уже в виде таких достаточно приятных на ощупь, и главное неотличимых от других предметов, которые неотличимы. Потому что любой поплавок, во-первых, он обладает запахом, во-вторых, у него цвет какой-нибудь такой, что рыбе не нравится, а это вот то, что всегда плавает по поверхности, ее не пугает. Сетями и бреднями я думаю, разницу объяснять не надо, но все-таки бредень это более тонкая штука. Сеть проста, как, я не знаю, это одно из ранних изобретений человечества, а вот бредень это все-таки серьезная штука, и у меня есть целый фоторепортаж на эту тему, это мои родственники до моего рождения. Это зеленый остров, протока в нем, гулянка, тогда еще вот это, по-моему, деревянная я сейчас отсюда не вижу, а может уже и железная, не помню. Меня еще нет на свете, это моя бабушка и прочие родственники приехали на зеленый, женщины ловят поплавочными удочками, а мужчины занят серьезным делом. Вот. Вот идут два человека с бреднем по достаточно узкой, узкому заливчику, я не знаю, может быть, это протока, и в то время волна еще позволяла использовать этот вид ловли, потому что было куда с этим бреднем выходить. Если сейчас какие-нибудь браконьеры задумают что-то подобное совершить, тут же встает вопрос, а куда вы, пройти-то вы с ним пройдете, а вот куда вы с ним выйдете, выходить уже некуда, потому что берега водохранилища очень сильно не просто заиливаются, это еще полбеды, они очень сильно зарастают, и сколько мы последние годы не были в экспедициях вниз, вверх, по Волге, найти какое-то свободное пространство для того, чтобы причалить просто лодку, не говоря про о том, что с бреднем ходить, это достаточно сложно. Вот люди выходят, нашли где-то пустую полянку, да, забыл сказать, что вот эти деревянные штуки, на которых крепится сетка с грузом и с поплавками, называется кляча, почему кляча сказать не могу, наверное, от того, что она отклячивается назад. Трусы черные, сатиновые, они именно сатиновые, и они были абсолютно у всех мужчин, за исключением детей и подростков, это был такой маркер инициации, то есть, если на тебя напялили вот эти вот шаровары, то ты уже нормальный мужик, я никогда не забуду, у меня же дача, повторюсь, прямо стоит на Волге, и большим любителем гулянки, и раков, и рыбалки был профессор Саратской консерватории Семен Соломонович Бендицкий, и Семен Соломонович вечно в окружении студенток, да, в городе, мэтр, преподаватель, человек всячески уважаемый, ученик, Горовец, который обнимался с Ростроповичем во время каждого приезда в Саратов, там они ели раков, пили пиво и прочее, прочее, когда он приезжал к нам на дачу, он именно в таком виде на своей гулянке и приезжал, он очень любил шокировать публику, у него была кепка, а он такой мужик здоровый был, значит, кепка, вот эти огромные шаровары, а еще внутри у него был карман потаенный, и когда вокруг собирались дачницы, он лез в этот карман рукой и демонстративно что-то оттуда доставал, вот, ну, Семен Слонон, что-то было легендой, ему было можно, потому что это 60-е, 70-е годы, тогда нравы, сами понимаете, у нас были не такие вольные, как сейчас, но ему это прощалось, вот, ребята, вышли, судя по всему, там что-то небогатое, никакого энтузиазма я не вижу, и вот этот мальчик, которому сейчас к 70-ти годам, он и будет разбирать эту мотню, скорее всего, какие-то раки там все-таки присутствуют, рыбы я там особо не вижу, мотня, это вот задняя часть бредня, которая никогда не натягивается, не стоит вертикально, и в ней, из нее рыбе очень трудно выпрыгнуть, дело в том, что одна из самых частых рыб бредня, это щука, а у щуки очень своеобразное поведение, она, когда видит надвигающуюся на нее стену, она делает так называемую свечку, то есть вертикально выпрыгивает из воды и попросту из этого бредня выпрыгивает, и только мотня, в которую она попадает, не дает ей этого сделать, то есть все то, что хорошо натянуто, это на самом деле для ловли минус, а не плюс, именно поэтому сети в растяг никто сильно не ставит, лучше, чтобы они немножечко как-то провисали. Повторюсь, я этими знаниями делюсь чисто умозрительно, мы не будем это повторять никогда. Это они уже отчаялись наверное внутри Зеленого острова что-то поймать и вышли на, ну не знаю, наверное на какой-то его либо западный, либо восточный берег, что-то у них как-то не очень там заладилось, рыбы прямо скажем нет, но это бытовые сцены, которые нельзя воспроизвести иначе, то есть это документальные кадры. Вот Михаил Михайлович и ряд заинтересованных лиц ничего не поймали, сейчас да, да, шляпы хорошие, это все городские люди, это не профессионалы, и это вот, наверное этот линь и был добычей всей этой огромной компании, то есть вы понимаете, что главное для этих людей было все-таки само событие, во-первых, выезд на этой гулянке, и я очень сильно подразумеваю, что название не подразумеваю, простите, подозреваю, что название гулянка наверное имеет отношение к той самой гулянке, которая в голове у нормального человека, то есть это всегда праздник, это какое-то гульбище, и хождение с бреднем это только дополнение семейного отдыха, поэтому счастье у них было и без этого линя, как я отсюда вижу, да, это линя. Нет, вот моя бабушка, где-то достала какого-то рака, и сейчас они в ведрах будут этих раков варить, дай бог, чтобы их там было много. Это последний кадр, насколько я понимаю, из этой фотосессии. Да, это Бондаренко. Она была начальницей Ивака госпиталя в войну, но, собственно, это к делу никак не относится. Итак, мы посмотрели Бредень, более-менее понимаем, что с ним делают, то бишь, бродят, тянут его за собой, отличие от неводы. Ну да. Вентере тоже я показал, тоже более-менее понятно, как они функционируют. Меня же больше всего всегда привлекала крючковая снасть, потому что это спорт. все-таки пассивные виды ловли хороши для промышленного какого-то производства, для консервов и так далее, для снабжения населения пищей. В наше время такой проблемы не было, поэтому все-таки, наверное, у Жени с помощью закидывания какой-то снасти и вытягивания ее гораздо более интересно, неожиданно и влечет за собой какие-то приятные последствия. Но вот промежуточный этап это все-таки, наверное, перемет. То есть это, с одной стороны, крючковая снасть, с другой стороны, не нужно ее никуда вытягивать, ее не надо дергать, нужно просто ждать, пока на нее что-то поймается. Перемет это очень длинная крепкая веревка, которая не должна гнить в воде, которой на расстоянии, ну, допустим, 5-10 метров друг между другом привязаны поводки с крючками. Выглядит это в собранном виде вот так. Эти огромные крючки явно либо осетр, либо сом. Здесь все самодельное, кроме, наверное, веревки. Потому что крючки такого размера промышленным образом никогда в СССР не выпускались. Но, да, еще видно, что они очень примитивны в своей конструкции. Я сейчас попробую нарисовать, чем отличался крючок самодельный и любого древнего человека от крючка, уже сделанного на станке на заводе. вот, вряд ли кому-то из задних рядов будет видно, но потом можно подойти и посмотреть. У меня есть кованые крючки, возраст которых может быть любой. Это уже надо либо по толщине грунта определять, либо там какой-то анализ сделать. Но совершенно понятно, что на протяжении веков вот эта форма примитивная никак не менялась. Сейчас я попробую нарисовать все. Это крючок, который всегда на протяжении всей истории человечества имел приблизительно такую форму. Конечно, его могли делать из кожи, и тогда у него что-то здесь торчало. Его могли делать из дерева. А когда уже научились это все ковать, отливать, то форма его была именно такая. Это был острый конец, а вот сюда нужно было привязывать леску, веревку или что-нибудь подобное. Первые учебники, которые я по рыболовству читал, они содержали рекомендации, какой толщины должна быть рыболовная леска на тот или иной вид рыбы. И говорилось, что на карася среднего нужна леска в 4 конских волоса, на кого-то посерьезнее в 6 конских волосах и так далее, и так далее. То есть обычному нашему человеку было, наверное, все-таки очень сложно подготовиться к ловле крючком. Вы представляете, нужно лошади выдрать из хвоста эти самые волосы. Они не должны быть черными, они, наверное, должны быть какие-то светлые, потому что рыбы тоже не будут на темную леску. Их нужно было связывать, они же были не бесконечной длины, все это обрастало какими-то подробностями. Кунский волос, а потом леска, которую стали уже производить в промышленных масштабах, крепились сюда, держались исключительно за счет силы трения. И вот на тех переметах, которые лежат на столе, там нет никаких приспособлений для того, чтобы леска не сползала. То есть это достаточно опасная штука, крупная рыба его может оторвать и скорее всего оторвет. И люди стали думать, что делать для того, чтобы эти крючки усовершенствовать. Ну, сначала они додумались до того, что вот эту часть, вот эту вот, сделать лопатообразной, то есть как-то расширить, чтобы когда привязываешь сюда этот конский волос, чтобы он отсюда не слетал, потому что крупная рыба, конечно, все это может элементарно содрать. Потом оборудование уже позволяло делать и кольца на конце. Здесь я думаю, все понятно, и тут крючок мы уже за него не беспокоимся, он останется на месте, и мы зависим только от крепкости вот этой бичевы, которую мы привязали. Сама собой отсюда она никуда теперь у нас леска не денется. И на разных этапах, сейчас уже повсебесна, к крючку добавляется бороздка. Ее сразу можно определить, если бы эта бороздка есть, это значит, что крючок какого-то промышленного производства, потому что ни один деревенский левша не сможет все это дело выжить, это практически невозможно. Это бороздка, во-первых, не дает наживки никуда деться, если ты какого-то червя навозного, он же извивается, он пытается оттуда как-то с этого крючка слезть, цевью не дает, и когда этот крючок попадает в рыбу, ей сложнее от этого крючка избавиться. Это очень примитивные знания, которые, как мне кажется, должны быть доступны всем, но я знаю людей, которые об этом не подозревают. Наживки это отдельная тема, да. Во-первых, на хищников, сейчас я закончу с переметами, это мы с вами видели огромные крючки кустарного производства, это либо осетр, либо сом, а вот крючки гораздо более меньшего размера, сделаны они заводским способом, там есть и вот эти вот насечки, и цевьё там есть, это уже может быть и стерлядка, это уже могут быть и судаки некрупные, это могут быть окуни, в общем, любой хищник, который водится у вас недалеко от дома. Насчёт наживки, если рыба хищная, ловить её, конечно же, нужно на живца, на малька, на какую-то молодь рыб, которая желательно очень долго живёт в травмирном виде. Такие есть рыбы, почему-то очень живучие виды, даже если они очень сильно похожи на наш человеческий взгляд по внешнему виду, у них может сильно различаться биология и травма спины, на одних действуют катастрофически, у них отпадает чешуя, они тут же умирают, и ловить на них очень сложно, а подчаса бесполезно, а есть некоторые виды, для которых все эти манипуляции ужасные, но не такие уж и ужасные, они по несколько суток прекрасно живут на крючке и на них всё ловится, но там есть везде свои нюансы, и это, я думаю, каждый рыбак сможет рассказать, какую он предпочитает, почему там уклейка хуже, чем, допустим, верховка, размеры и так далее, и так далее. С хищниками непонятно, к самам и судакам я вернусь, но вообще про хищников ясно, то есть то, что они едят всегда, то и является насадкой, это мелочь молотцы рыб и так далее, а вот с рыбами всеядными или которые предпочитают какую-то пищу в виде насекомых или личинок насекомых, тут целый простор, это философия, это своеобразная, но я даже не знаю, это модели поведения, которые формируются поколениями, да, где ты копаешь червей, каких ты копаешь червей, дождевых, навозных, да, если это дождевой крупный червь, это не высший пилотаж, это на них можно ловить, но, скажем так, это будет либо густера, либо какая-то плотва, то и бишь рыба второсортная, нормальная, настоящая, уважающая себя лещ, на дождевого червя, скорее всего, не будет клевать, ему нужен навозный, прыткий, живучий, который ведет себя на курячке так, что его просто невозможно не съесть, а навозный червя, как всегда, чем он лучше, чем он бойчей себя ведет, тем реже ты его можешь где-то найти, как правило, это, ну, судя даже по названию, это какой-то навоз, который еще нужно где-то взять, и если ты в деревне, то тебе хорошо, да, у тебя коровник где-то есть, у тебя свои поросята есть, а если ты в городе, то это уже совершенно другая проблема, я знаю, что в Саратове, по крайней мере, дореволюционном решался эта проблема следующим образом, у нас люки канализационные, для того, чтобы зимой не замерзали, их обкладывали в городских масштабах навозом, то есть это была такая устоявшаяся официальная практика, чтобы вода не замерзала, навозом гниющим обложить вот эти вот люки канализационные, и лучшие черви, самые прыткие были, конечно, вот в этом навозе, который уже год пролежал, зиму согревал, и весной наконец там завелись эти навозные черви. В условиях города очень сложно было добыть опарыши, это личинки мух, такие белые, не очень, конечно, все, о чем я сейчас говорю, это не к столу, конечно, будет сказано, личинки мух тоже вполне подходят для рыбалки, но там есть свои нюансы, они неживучие, с ними нужно как-то вот все время искать какой-то компромисс между их подвижностью и так далее. Можно рыбу обмануть, и где-то по моим подсчетам это уже произошло после наверное водохранилища, потому что раньше я такого не слышал. В приманку при ловле леща добавляли анисовые капли, причем нужно было строго соблюдать дозировку, которую нигде и прочитать-то было нельзя. Если ты этих анисовых капель добавишь больше, сдохнет вся насадка, все черви прахом пойдут и лещ будет только отпугиваться. Но и малые ее тоже капать нельзя, потому что течением ее быстро вымывает, и вот нужно было методом тыка находить какой-то компромисс, и тогда крупный лещ тебе был обеспечен. Сейчас лирическое отступление в сторону по поводу индивидуального подхода к рыбалке и как вообще все это работало. У нас был такой небольшой анклав на пчелке, это дальний затон, и разумеется, почти все мужики всю жизнь рыбачили. Для некоторых это была обычная какая-то спортивная забава, ничего не значащая, телевизоров у нас не было, потому что мы под горой, и там ничего сигнал не ловился, поэтому мужики, конечно, рыбачили. Но для некоторых рыбалка была не просто делом чести, они за счет нее выживали. И признанным лидером в нашем полудеревенском комьюнити была женщина около 60 лет, насколько я ее стал помнить, ей около 60 было. Причем у нее не было одной руки, у нее не было правой руки, она работала на станке, и у нее что-то там, какая-то производственная травма, руку ампутировали, то есть женщина 60 лет без правой руки, сама в одиночку вставала в 5 утра, сталкивала железную казанку, метлу, которая достаточно тяжелая, тогда не было легких лодок, пластиковых не было, деревянная еще тяжелее, чем дюралевая, она сталкивала эту лодку, она гребла на веслах с одной рукой на середину Волги, то есть это ближе к зеленому острову, вставала в растяжку на якоря, перпендикулярно течению, и ловила, вставала на леща, технология ловли леща это тоже отдельное искусство, это не просто забросил донку, сиди, жди, это ловля на кольцо, которое, опять же, я так буду все время сегодня говорить, этот способ сегодня запрещен, в чем суть? Это у нас водная поверхность, на которой стоит лодка с рыбаком, у него два якоря, которые удерживают его в статичном положении, течение идет прямо на нас, то есть ни влево, ни вправо, прямо на нас, для того, чтобы поймать леща с помощью этого сложного устройства, нужно сначала опустить на дно кормушку, это небольшая сетка, в которой хлеб, каша, жмых, отруби, в общем, тут опять большой простор для интерпретации, у кого-то традиции позволяют делать так, у кого-то по-другому, но чаще всего это был обычный хлеб за 18 копеек, туда же капается в микродозинге анисовой капля, кто-то мне рассказывал про валерьянку, но я про валерьянку сегодня услышал впервые, мне такие не встречают, не знаю, может быть, где-то и практиковались. Итак, течением из этой кормушки вымывает хлеб, и, соответственно, стадо лещей пасется вокруг вот этих вот вымывающихся из кормушки частиц хлеба. Разумеется, чем они дальше по течению, тем это стадо рыбы более прорежено и меньше вероятность, что они проглотят наживку с червем. А небольшая удочка должна спускаться у тебя здесь с крючками и с червями. Если ее опустить дальше или в сторону, то результативность такого улова будет очень низкая. Поэтому придумали вместо грузила лески вешать кольцом. Делали его из свинца, оно достаточно примитивной формы, и оно надевалось на вот эту вот леску, которая шла к кормушке и не давала приманке слишком далеко отходить от размываемого из кормушки хлеба. И вот когда вот эта снасть ходит вертикально по главной веревочке, то результативность повышается до максимума. Повышалась она до такой степени, что еще в советские времена ловля на кольцо была запрещена. Хотя всего-то навсего это груз, который не давал наживке далеко отходить от приманки. Очень примитивная вещь, но она была крайне результативной. Так вот, эта женщина с одной рукой 60 лет, доплывшая до зеленого острова на веслах, вставшая как-то на якоря, умудрялась опускать эту кормушку, к ней прилаживать кольцо, дальше насаживать нескольких червей на минимум два крючка, все это опускать и держать это, как правило, на пальцах. То есть можно было какие-то кивающие небольшие вот такой примерно размера удочки держать на борту. Ей было сложно, потому что она бы не уследила за несколькими. То есть и нормальный человек не сможет одновременно вытаскивать две удочки, а ей это было бы тем более сложно, поэтому она все это держала на левом пальце. Так вот, она была у нас признанным авторитетом, она содержала себя, зятя, его жену и их детей, с которыми я дружил. То есть вот эта вся огромная семья кормилась исключительно за счет бабушки, которая практически каждый день выезжала, ловила этого леща и продавали, они жили за счет рыбы. Сейчас, наверное, давайте какие-нибудь фотографии посмотрим. Вот, охота на сама, это же замечательная история. редчайший опять же случай, когда сохраняется из давних времен какой-то фоторепортаж. Я не представляю, кто его делал, для каких целей, но совершенно уникальные кадры о том, что это наш саратский затон, подписан на одной из фотографий. На самом деле тут ничего из них не следует. Это нос гулянки с якорем. мы видим, что три лодки рыбаков куда-то направляются по каким-то производственным нуждам. Вот они сидят на корме, что-то там обсуждают детали этой рыбной ловли. Судя по их одежде, это либо ранняя весна, либо поздняя осень, потому что там все сурово. Это они доплыли, явно так, ну, листьев нет, это, наверное, все-таки весна, недавно сошел снег. Вот они куда-то на трех лодках доплыли до какого-то острова, и сейчас все начнется. Они перебирают сети, ставят. Вот в гулянке это было в кормовой части, вот некая такая дуга деревянная, через которую перебрасывалась сеть в процессе твоего передвижения от берега до места рыбалки. То есть нужно было успеть эту сеть перебрать, обычно этим занимался второй человек, а не рулевой. Вот они позируют явно, и вот их первой добычей, то есть они поймали сома где-то в человеческий рост. Мы не знаем, что там происходило между этими событиями, но совершенно точно, что сом пойман не на сетку. Ни в какую сетку вы такого сома не поймаете. Для того, чтобы в нее попасть, он туда должен голову просунуть, он не может. То есть соответственно, пока стояли сети, кто-то либо что-то закидывал специально для него, либо квочил. Про квок я еще отдельно расскажу. В общем, ребятам повезло. Вот они поймали этого крокодила. Вот. Фоторепортаж ценен тем, что он охватывает все детали производственного процесса. Абсолютно все. Ребята, разумеется, обрадовались, потому что этот сом это все-таки событие даже для тех лет. Они сели тут же закусывать, все это дело отмечать. Вот они уже куда-то в кусты сместились, потому что наверное там ветер дует или еще что. Ну в общем казалось, что наверное как-то в позе полулежа это делать гораздо приятнее. Вот они челкаются, у них все хорошо, и вот финита. Понимаете? это прекрасный репортаж, я даже не знаю насколько мне повезло, что я на какой-то барахолке вот это все купил. Это же нарочно это нельзя придумать, это не постановочные кадры. все закрыли и мы переходим платно к самам. Самы хищники, для них насадка нужна какая-то рыба, но с рыбой достаточно сложно. Если возьмешь моменты, что повышает твои шансы на репортаж, последствия какого-нибудь огромного дюссель, который может съесть, в акватории хищника такого нет. Поэтому ты стараешься взять рыбу поменьше, но у тебя ее может съесть судак, берш или окуль. И нужно все время как-то рассчитывать на то, что же ты хочешь поймать. вопреки устоявшимся каким-то очень слишком, я бы даже сказал, устойчивым мнением, сом не ест падаль. И никогда он ее не ел, я к этому вернусь. То есть его поймать на что-то духло нереально. Вот на жареного, опаленного над костром воробья можно, но на несвежее что-то поймать сама нельзя. Я таких случаев не знаю, не слышал, где-то может быть это кто-то и делал, но я лично не видел никогда. Про сомов вообще мифология наверное самая большая, они во-первых самые страшные волжские рыбы, во-вторых у них размеры такие, что по неволе задумываешься, поэтому в каждой деревне существует легенда, что вот сколько-то лет назад был сом, который во-первых таскал младенцев, имена они называются, а во-вторых почему-то доил коров на водопое, то есть ты отправляешь корову, она целый день пасется, вечером приходит, заходит попить воды, а корову пьют долго, и тут подплывает сома, она домой приходит уже с пустым выменем, ну разумеется, кто виноват, это же глупо подозревать в этом твою корову, которая прекрасна сама по себе, да, и пышет здоровьем, и всегда было молоко, а сегодня, ну конечно сом, кто еще мог, это косвенно подтвердилось, когда я познакомился с таким бывалым зэком, который сидел всю жизнь, и у него все время от ситки была мечта выйти на свободу и выловить сома, он мне об этом поведал, что у него вот такой вот в жизни есть цель, наверное, последняя, все остальное его не интересовало, я говорю, Слав, а ты на что его ловить-то будешь? Он говорит, на вымя, я говорю, Слав, а почему на вымя-то? Обычно рыбу же ловят на то, что она ест, да, то есть кто-то ест рыбу, ты его ловишь на рыбу, эти червяков, на червяков, ну и так далее, и так далее, я говорю, дядя Слав, а почему, собственно, на вымя, ты, говорит, не понимаешь, молоком пахнет, ну, в народе это сидит и будет сидеть, я не знаю, еще сколь, долго, что почему-то сомы очень любят молоко, коров, вымя, все, что с ними связано, на самом деле, все это, конечно, не так, мне очень повезло, и я лично наблюдал становление сомов, то есть, как это все происходит, дело в том, что все хвастаются размерами обычно добычи, то есть, мой сом там на 10, 20, 80 килограммов, но вряд ли кто когда-нибудь видел сома длиной там 10 сантиметров, вот, я абсолютно уверен, что никто из присутствующих никогда мальков сомов, а, вы видели, так, я, я прошу профессионалов не участвовать, так вот, главная проблема найти его малька, мне очень повезло, дело в том, что самый мечтый круг не на, не близко к берегу, где вода прогревается, они строят примитивные очень гнезда из всякого мусора, и самец даже охраняет гнездо, это всегда на глубине, и, соответственно, мальки нашему человеческому взгляду практически недоступны, и каким-то чудом вот один раз в жизни мне удалось саменка этого поймать, вот, выловили мы с дочерью вот такого саменка, и я его поселил в аквариум, он у меня жил с осени до следующего лета, милейшее существо, просто замечательный, он, во-первых, он красивый, он не черный, он на самом деле такой пятнистенький, единственное, что наблюдать за ним невозможно, потому что он ничего не делает, вот у меня монитор, налево аквариум, то есть я вижу краем глаза все, что там происходит, так вот, в случае с самым не происходит ничего, он просто валяется всю свою жизнь, он валяется где-то там день, два, три, четыре, и примерно раз в неделю он у меня начал съедать своих товарищей, то есть я так вижу, что что-то там произошло, оглядываясь, там их уже не двадцать, а девятнадцать, и вот этот товарищ с огромным животом, потому что у него очень большая голова, большой рот, и он может проглотить рыбу более серьезного размера, чем он сам, он проглатывает своего товарища, переворачивается кверх пузом и лежит еще неделю, пока его не переварят, дальше у него неделя уходит на, наверное, осмысление, и раз в две недели он ест какой-то, да, в промежутках, повторюсь, он не делает ничего, самая скучная рыба, которую я когда-либо видел, причем у них же есть свои, оказывается, вкусовые пристрастия, я думаю, что все, что мимо проплывает, там действует какой-то закон энергетический, что чем меньше мы стараемся, тем, наверное, это выгоднее, но не тут-то было, сначала сом съел гольца, потому что на нем не было чешуи, потом он съел пискаря, потому что, ну, может быть, из-за того, что он красивый, не знаю я, почему, потом он принялся за обычных карасей, густеру, горчаки, плотва, красноперка, в общем, вся мелочь, которая у меня там жила, и только последним он съел ерша, потому что он колючий, я не, но это теоретически возможно, то есть колючки не спасают от хищника, от хищника вообще ничего не спасает, потому что буквально за полгода он у меня стал вот такой, то есть я его повез в Затон выпускать, потому что мне же неудобно было с ним что-то делать, я с ним прожил рядом достаточно долго, вот, он вырос где-то до, ну, почти, нет, меньше килограмма, ну, примерно где-то грамм вот 800, питаясь раз в полторы-две недели, вот такой вот хищник, причем хищника, что-что? А вероятность этого есть до сих пор, понимаешь, поэтому я каждому заглядываю в глаза, пытаюсь определить, да, самые же на самом деле очень сложные такие звери, они единственные, кто реагирует на звук, по крайней мере, из наших волжских рыб, я раньше не встречал, что кто-то из хищников или т.д. не хищников реагирует на какие-то звуки, вообще у рыб там тишина под водой, вряд ли они для этого сделаны, но сом реагирует на определенные частоты, которые издаются прибором, который изобретен у нас в России, выглядит он вот так, и называется квок, квоком он называется скорее всего из-за звукоподражания, потому что вот если по воде бить вот этой вот стороной, то звук при ударе получается именно похожий на слово квок, то есть никакие там кваки, лягушки близко не находятся, там ничего похожего на лягушку нету, кстати, сами едят лягушек, но не в том количестве, в котором бы им хотелось, просто из-за разницы сред обитания. Насколько я читал какую-то специализированную литературу вроде журнала «Рыболовство и рыбоводство» в детстве, по частотам вот этот удар о воду квока совпадает со звуком, который издает челюсть сама во время захватывания пищи, у них же там низкое давление и так далее. Насколько это верно, я не могу сказать, но это вот одна из теорий, которая объясняла, почему вот эти приборы используются для квочения. Слово, конечно, ужасное, но не я его придумал. Что у нас к саму? А, вот, наживка, да. Сом тоже одна из немногих рыб, они всеядные, они могут есть и рыбу, и лягушек. Где-то мне встречалось, что они водоплавающую птицу могут хватать. Я лично этого не видел, я утверждать этого не могу. Но их еще ловят на ракушке. Я сам их часто в детстве ловил, потому что тогда их было очень много. Тогда очень сложно было ходить босиком купаться, потому что все дно буквально было в перловице, в беззубках. И налавливаешь там ее пол ведра, пытаешься насадить, что-то поймать. Как правило, у меня это не работало. Работали обычные насадки в виде молдеры. Ракушки сами по себе очень небольшие. Я все время думал, ну как же вот они мучились, люди бедные. Вот для того, чтобы на вот такой огромный крючок посадить ракушку, которая сама там меньше спичечного коробка в плане мяса, это у нее створки там более-менее. А мясо там одна нога, и где-то она размером со спичечный коробок. В общем, этого мало. И вдруг я буквально недавно где-то в середине того же «Зеленого острова», сейчас не помню, увидел то, что должно было служить источником насадки. То есть в ОГЕ на самом деле вводится вот такого размера ракушки. И тут уж понятно, что ты ее насадил, и ни один сом не устоит. На самом деле это редкость. Я первый раз в жизни вижу такие огромные размеры. И чтобы закончить тему с переметом, потому что и на него достаточно часто попадаются самы, сейчас-то перемет люди вынуждены прятать, потому что это незаконный способ плова. А раньше им это ничего не мешало делать, и на переметы вешали колокольчики, для того, чтобы было понятно, что там кто-то попался. Потому что чаще всего все-таки хищники ночные ловятся на перемет. Это не наши колокольчики, это не вот это прекрасное произведение искусства, которое для городских дилетантов выпускается, а это вот такое деревенское било, которое вешалось прямо на веревку. И понятно, что если уж какой сом попадется, то ты сразу об этом услышишь. Жуткий прибор на самом деле. Так, давайте короткий, раз уж я за них взялся, короткий обзор рыболовных инструментов, потому что это все достаточно интересно. Потом будут фотографии, и мы посмотрим, куда мы дальше, куда наше повествование нас заведет. Я ни слова не сказал о зимней рыбалке, потому что исторически не сложилось у меня с зимой, я только летний. Но я настолько люблю вот эти рыбацкие все приборы, что, конечно, устоять перед ними совершенно невозможно, потому что здесь тоже своя фантазия, здесь своя философия. Во-первых, для того, чтобы зимой ловить, нужно продолбить лунку, а это уже тяжкий физический труд, и обычно пешня, а именно так называется прибор, что-то он у нас зацепился, выглядит вот таким вот образом. Это классическая пешня самодельная, единственное, наконечник у нее уж больно хитроумный, я таких не встречал. Это вот из коллекции в деревне Исеевка. Нет, нет, это Иван Аксенов подарил. Ах, Иван Аксенов подарил. Вот, это существенно меняет дел, потому что, я говорю, такой наконечник – это большая редкость. Сейчас покажу на примере. Обычно все эти пешни зависят от степени талантливости деревенского кузнеца. Вот, например, вот этот вот страшный прибор, который, как мне кажется, какое-то там, я не знаю, боевое оружие, на самом деле это тоже просто пешня с двумя дырками для того, чтобы к деревянному основанию ее прибивать. И здесь деревенский кузнец не поскупился, она очень тяжелая. Я, ну, конечно, я понимаю, как можно много километров ходить по льду, но удовольствия в этом мало. А вот в этой деревне кузнец был более экономный. Он сделал крайне острую такую штуку, которая, к тому же, по-другому крепилась вот с помощью этого отверстия, по-другому крепилась к древку. Это легкая, я не знаю, может быть, это какая-то подростковая пешня, чтобы ее можно было куда-то дотащить без потерь. И вот когда мы уже поймали крупную рыбу, вытащить ее с помощью от них только рук не получится. Рыба скользкая, она вырывается, дрыгается, это сделать нельзя. И люди придумали вот этот вот багорик, который называется в случае рыбацком, называется темляк. То есть багор – это примерно то же самое, но багром толкает лодку, зацепляет бревна, а вот то же самое, только маленькое – это темляк. Это, по-моему, крайне примитивная модель, которую, конечно же, любой уважающий себя рыболов должен как-то усовершенствовать. Этот я храню именно из-за его примитивизма. Это сделано даже не в кузнице, это, скорее всего, просто кто-то на костре проволоку согнул, но она с засечкой. Это все-таки человек старался. Когда мы закончим разговаривать, тут можно подойти и руками потрогать разные гаджеты тех лет, они крайне любопытные. И в них во всех меня радует, наверное, главное, что люди не стремились купить это в магазине. У людей было и время, и желание обязательно сделать это самому. Ну, казалось бы, возьми ты какой-нибудь половник, пробей в нем дырки и вычерпывай шугу из лунки. Но нет, нет, это очень скучно, это примитивный подход. Наш рыбак обязательно сделает вот эту сложную конструкцию с клепками, с этими дырками, из чего непонятно, из каких-то это, скорее всего, ложки алюминиевые. Но лишь бы это был хендмейт такой вот, чтобы за него не было стыдно, потому что он же круче, чем у Петровича. У Петровича-то вообще там непонятно, что у меня вот такая вот прекрасная штука. Вот это вот называется латинским словом экстрактор, и ни один нормальный рыболов это слово не употребляет. Это слово придумали специально для рыболовных учебников где-то в 80-е годы, и служит эта штука для того, чтобы вынуть крючок из пасти хищника, потому что если ты засунешь туда руку, это очень больно. А вот с помощью такой, ну, нечто напоминающее отвертку, это сделать можно. Но тут явно видно, что это уже бакелит там, или кто это такой. Это явно человек на заводе работал, и он вот себе сварганил такую солидную штуку. Вот, кстати, к вопросу о размерах вот этих вот всех приборов. С одной стороны, вот чем он больше, тем, казалось бы, удобнее, да? Он обязательно тебе пригодится. Но с другой стороны, если ты с ним поехал на рыбалку, ну, ты же сглазил, ты же ничего не поймаешь, ты еще вот сачок вот такой возьми, там, да, какой-нибудь кукан, тогда точно никакой рыбы у тебя не будет. И поэтому вот я, воспитанный в суровых традициях пчелкинских рыболовов, стараюсь никогда на рыбалку не брать все сопутствующие товары, пусть они уж там как-нибудь, пусть я руки себе немного поуродую, но тогда рыба точно будет. А есть ли название экстракта? Народная? Я не встречал, я не встречал. Дай сюда эту штуку. Вот. И эту передай, сунь, сунь, я сейчас вымыл. Вот. Ну да. Вот всегда вот что-то такое. Тут у меня еще есть замечательное грузило, которое почему-то тоже, вот нельзя было обтесать какой-то камень, пробить в нем дырку и использовать либо для бредни, либо еще для чего-то. Это явно продукция обжига. То есть это глина, обожженная, с отверстием. И здесь еще у меня сохранилась прекрасная пенька. То есть это не синтетическая веревка, это вообще какая-то травяная там веревка. Я не знаю, каких это все лет. И грузило использовались тоже исключительно глиняные, обожженные, вот такой вот формы обтекаемые, чтобы они не создавали препятствий при движении бредни по дну. Так, кто еще тут у меня интересный? Приборы для плетения сетей. Они тоже, насколько я понимаю, были крайне индивидуальные, какие-то поуже, пошире, подлиннее, покороче. На них наматывался вот этот шнурочек. Последние годы он, конечно, был синтетический, а до этого всегда хбшный. Поэтому сети всегда нужно было сушить. Вот они день-два стоят, если ты их не вытащишь, они просто сгниют. И срок их жизни был очень недолгий. И насколько я помню из своей практики, сети все время делали мужики. То есть не было, вот я даже не слышал, что какая-то женщина, при том, что они вообще склонны там традиционно к рукоделию, что женщины занимались какими-нибудь сетями. Я видел морские картинки, где на берегах сушатся сети, и женщины ходят, подлатывают. Но в нашем Поволжье я такого близко не встречал, что какая-то женщина будет заниматься вот этой чисто мужской работой до тех пор, пока опять же на барахолке не нашел фотографию. Вот эта замечательная фотография, которая нам показывает вот эту очень красивую женщину, которая как раз и делает сетки. Вот у нее в руках вот этот челнок, с помощью которого все и происходит. Я попытался в детстве научиться, у меня один из дедушек как раз умел это делать, но мне показалось, что это слишком мудреная какая-то наука, и так я и не овладел. То есть достаточно сложная работа и требует какой-то определенной концентрации, чего у меня в те годы не было. Сейчас я жалею просто для того, чтобы показать вам скорость полетения. Мне сейчас самому интересно, как быстро это можно сделать. Но повторюсь, что ценились сети буквально вот на... Я даже не знаю, как что. Это было очень серьезно. И воровство сетей на Волге вот по всем слухам, по всем вот этим вот неписанным законам, оно, конечно, каралось тяжелее всех. То есть кого-то где-то заматывали в сети и топили. Я, конечно, в это не верю, но в качестве максимальной меры наказания это всегда присутствовало. Украсть чужую сетку это было невозможное преступление на Волге. Это мог сделать только человек, который там либо какой-то из других краев, либо полный отморозок, выражаясь нашим языком. Ну, понятно, что ты всю зиму ее делаешь, а тут у тебя... Да, нет, прекрасные, прекрасные женщины. Давайте сейчас немножко по фотографиям все-таки немного отвлекут от меня. Вот сложно поверить, что у нас сохранились вот такие рыбаки. Это два года назад в Нижней Бановке там еще сохранился рыбколхоз. Два мужичка вот такие вот прекрасные колоритные занимаются официально совершенно рыбной ловлей с помощью сетей. Вот у них сетки. Но грустные они, да, я не знаю, смотреть на них жалко, потому что у них дневной улов это буквально ну килограмм 20-30 какой-то мелочи, которые я не представляю куда везти продавать. это густера, это полотва, это мелкий лещ, но чего-то там ничего больше я у них не встречал. Вообще положение с рыбой на Волге я раньше был очень далек от всяких алармистских таких настроений до тех пор, пока не стал ездить в экспедиции. Вот мы с уважаемым Евгением Захаровым были и вверх до Ульяновска и вниз до Каспийского моря. Ему спасибо, что мы гигантский путь дважды проделывали, и я нигде не видел этого изобилия, включая Астрахань. В Астрахани на набережной местные рыбаки ловят селедку. Это просто смешно. Сейчас у меня будет коротенький рассказ про селедку. Вы поймете, что в Астрахань, которая всю жизнь славилась вот этими промыслами совершенно другими, черной икрой, чтобы люди ловили какую-то селедку, которая котам не нравится, этого нужно было добиться. А началось как раз все с того, что вот эти вот издания в конце 50-х годов по водным ступенькам это называлось про водохранилище начали убеждать в первую очередь себя, а уж во вторую очередь читателей, что водохранилище это прекрасно. С точки зрения экономики никто не спорит, это огромное достижение, но то, что происходит с ними в плане экологии, это не подается описанию. Опять же, сотрудники специальных НИИ в Волгограде, которые занимаются проблемами в водохранилище, не понимают, что с ними делать дальше. И если даже, допустим, их осушить и привести в то состояние, в котором они были до плотин, это не решение проблемы, потому что там сразу возникает все новые вопросы. Что с этим делается, никто не понимает. Те процессы, которые у нас буквально на набережной видно, это для природы серьезная катастрофа, и что будет дальше, никто сказать не берется. Так. Вот. Давайте о видовом составе, дабы немножечко было повеселее, и будем потихоньку закругляться. Эту белугу мы видели, белуг никаких уже нет давно. 37-й, да, белуг давно нету, это можно забыть, все мазавры и так далее. Чудесная фотография, это у нас повар из гостиницы Волга на проспекте в 68-м году занимается разделкой севрюги. Севрюгу тоже вы нигде не увидите, после водохранилища она у нас пропала, она числится как крайне редкий вид, но я сильно сомневаюсь, что в пределах Саратской области что-то там в плане севрюги можно найти. а это всего-навсего 68-й год, то есть опять же это праздничное блюдо, но это не заливное языков жаворонков, это достаточно обычное. Это у нас лещ, которого ловят чаще всего, которого все знают, и он здесь присутствует только потому, что не может не присутствовать, это самая главная промысловая рыба в районе Саратова. Очень похожая на него густера, которая не вырастает до серьезных размеров, и нормальный человек, который ее либо ест, либо покупает, он вряд ли отличит леща от густеры, хотя она и хуже по вкусовым качествам, в этом надо разбираться, но вот это немножечко другой вид. Почти то же самое, но это синец, и синий он, я так думаю, благодаря фотографии, потому что в жизни он такой же обычный, как густера и лещ, тоже, конечно, другой вид, у него очень длинный такой анальный плавник, по вкусовым качествам, ну, обычный, ничего особенного в нем нет. И с ними же можно спутать белоглазку или сопу, которая очень небольшая, но очень ценится из-за того, что у него повышенное содержание жира. И всякие знатные рыболовы мне рассказывали, что вот у сопы вот я ловил такую, что через нее можно газету читать. Я сколько не ловил, не читается через нее газета, вообще ничего не читается, это просто такой фольклор, не имеющий отношения к жизни. Это обычный лень, который слава тебе господи присутствует у нас в большинстве таких стоячих водоемов. Раньше он был в нашей акватории, он был внутри зеленого острова, внутри островов, протоках, никогда его не было на чистой воде. Он был такого темного, желто-черного цвета, и вот теперь из-за того, что Волга окончательно потеряла скорость течения, из-за того, что здесь тепло, очень много растительной пищи, на открытой воде появился и лень, только он теперь стал серебряного такого цвета, достаточно узкий и несколько бойкий, побойчее того, что жил в совсем старчей тине. Кстати, лень по латыни тинка-тинка, я не понимаю, как такое совпадение могло произойти, но вот тина и название его латинское не совпадают. Нет, нет, на лим, да на лим мы дойдем, это отдельная песня. Это у нас фотографии две функции выполняет, демонстрирует Сазана и известных личностей, которые в Саратове рыбалкой увлекается, это сын писателя Боровякова. Я подумал, что лучше пусть будет эта фотография, а не какая-то дежурная, показывающая, что вполне рядом с городом Саратовом это все есть. Единственное, что это ниже всегда по течению, а не выше. То есть в районе Затона и дальше Сазанов практически нет. А вот от Сазанки и ниже там еще все это встречается. Это обычный галавль, когда он крупный, он хищник, очень мощный, быстрый, сильный, ловить его одно удовольствие, но много костей. Он кот на заднем, да, выражает некие эмоции. Это мой кот. Опять искал езя и включил опять же не для того, чтобы вы на меня любовались, а то, что у нас еще есть ези и их вполне можно даже крупных поймать. Это фотография где-то 10-15 летней давности. Это жерех отличный хищник, просто сказка. Настолько это сильная рыба, настолько она ведет себя при поимке агрессивно, яростно, это очень красиво, тащить ее одно удовольствие, но костлявый. Вот так же, как и голавль. Прекрасный, когда ты их ловишь и совершенно непонятно, что с ними делать, когда ты их привез домой. Ну, вкусные, ну, да, чем больше, тем больше костей их легче вынимает. вы знаете, я ко всей рыбе отношусь не слишком хорошо в кулинарном плане, потому что исторически сложилось, что я единственный рыбак в семье, я же ее и чищу, я же ее и готовлю, вот, мне еще есть это все приходится, поэтому для меня это все вот такая большая проблема. Это плотва просто для картинки, одна из самых частых рыб в нашей акватории, пусть себе будет и служит кормом и хищником и неприцезательным нам. Ее еще сорога называют, и вообще, насколько я помню, в каждой области у плотвы свое название, это такое вот, как лодки везде называются там, где гулянки, где в Астрахани, уж не помню, как-то они там тоже, бударки, да, и так далее, то в каждой области буквально плотва имеет свое название. Это то, что сейчас народ ошибочно стал называть буфало. На самом деле это карась, который из-за изменений климата вышел в те воды, где его раньше не было. Он раньше был в озерах, в каких-то стоячих прудах, потому что кислорода ему практически не нужно, он прекрасно зимует в этих самых насквозь промерзаемых водоемах и весной приходит в себя, как ни в чем не бывало. А теперь из-за того, что в Волге течения нет, она постепенно превращается в такой большой пруд, и у нас стали появляться караси. Но народ это по-своему интерпретирует и называет это буфало, потому что в 80-е годы 20-го века буфало стали действительно акклиматизировать из Северной Америки в наши какие-то пруды. И очень небольшое количество буфало есть и в Волге, но я вот даже боюсь соврать, видел ли я его собственного улова, либо это был чей-то. На самом деле буфало очень мало, а это серебряный карась просто. вот, он достигает вполне себе таких размеров, это девочка Даша, которая его скорее всего и выловила, я сейчас уже не помню. Это все, а, нет, это у нас чихонь, вот, стал исчезать чихонь, раньше была достаточно обычная рыба, очень узкая, стремительная и прекрасная в плане засолки. В Астрахани все базары просто утыканы вот этими чихонями, они их мастерски солят так, что у них на брюхе не проступает никакая ржавчина, никакая желтизна, они у них идеального серебряного цвета, у них расставленные грудные плавники, ну, там очень большая традиция торговли этим товаром. И у нас с чихонью было все нормально до тех пор, пока было хоть какое-то течение. Сейчас я его вижу, вот мальков мы иногда встречаем, крупную я много лет уже не видел. Это насадка, это верховка, уклейка, это мелочь, на которую мы все ловим рыбу. Ее было море, вот она как в супе кишела вот эту вот мелочь, ее ловили дети, набираясь с практики. Это горчак, сейчас он у меня живет в аквариуме, это такая хорошая рыбка, которую поймать невозможно, она очень мелкая, у нее максимум длина там сантиметров 10-8, но он хорош в плане разнообразия тем, что откладывает икру как раз между створок вот этих вот ракушек, одновременно обеспечивая икру кислородом, потому что они же фильтруют воду постоянно, и соответственно им не страшны никакие хищники, потому что падит ее из земли выкопая такую здоровую, с такими мощными створками, вот как вот они додумались до такого действия, у него еще в брачный период вырастает яйцеклад, который вот тут по-моему и изображен, да, и вот они откладывают икру не как все. Горчат мне кажется, да, вот ей-богу, мне сложно представить человека, который ел горчика и главное зачем, он и так красивый, зачем его есть, он маленький и красивый, еще и необычный, но судя по всему он горчит. Это пескарь, который у нас исчезает, я понял по какому принципу я расположил рыб от самых обычных к тем, что постепенно из наших вод исчезают, а потом будут привнесенные. Вот что может быть проще пескаря, это элементарные рыбы, которые в любом фольклоре русском присутствуют, но поймать его теперь практически невозможно, тоже из-за стоячей воды. И тот пескарь, который в качестве наживки продают на сеном, рыбаки сейчас наживку не сами ловят, уже все сегментировано, и то, что там можно купить зимой, когда лед становится, это выловлено в бассейне дома, то есть его из медведицы, привозят они из Волги. Это ёрш, который, слава богу, хоть в каком-то виде у нас есть, одна из самых красивых рыб, бестолковые в плане народного хозяйства, но ужасно красивые. А, вот тут пошли судаки, и опять, да, простите, самореклама, но я решил, что лучше использовать свои фотографии, а не из интернета, потому что ну, ты так честнее, да, она почему-то не поворачивается, ну, вот такие судаки, это пока ещё нормально, на Волге пока это ещё есть. Вот, это рекорд, конечно, это есть чем рассказывать заинтересованным лицам, что я и делаю. Вот, а вот Даша, которая стоит тоже с небольшой рыбкой, вот, обратите внимание, судак, обычный судак. Это его подвид бёрж, который чуть поменьше, чуть поменее такой подвижный, у него не так много зубов, не так много острых плавников, он не такой быстрый, не такой вкусный, поэтому называется судак волжский, люциперка волген сис. Окуней всех знают, я сюда фотографию поставил только потому, что уж больно редкий кадр, как водяной уш ест этого красивого окуня, и вообще все тут очень по цвету совпало. Вот, кстати, из-за изменений климата у нас взрыв популяции водяных ушей, которые, в отличие от обычных с оранжевыми щеками, выглядят вот как полозы, как многие гадюками считают, на самом деле это водяной уш, которые охотятся под водой, они зацепляются хвостами за водоросли и сидят, ждут проплывающих мимо рыб. Я это лично видел, это достаточно неприятное зрелище, когда ты в него упираешься лицом. Совершенно безопасен для человека. А вот теперь нетрадиционные для Волги виды, это амурский толстолобик, которого у нас акклиматизируют, каждый год выпускают в Волгу несколько миллионов мальков, сколько-то из них выживает, и в прошлом году мы, когда ездили как раз в экспедицию на гулянке с капитаном этой лодки Лёшей Черкиным, случилось в природе нечто, что заставило погибнуть в Марксе огромное количество толстолобиков. Я не могу никак понять, почему только толстолобики, но допустим, там сбросили что-то в Волгу, какое-то там отравляющее вещество, но тогда бы все погибли. И почему только толстолобики, и почему именно вот этого огромного размера, у меня нет ответа, я не могу это сказать. Я знаю, что это было какое-то экстраординарное событие. я писал как журналист запрос в Минприроды наш, чтобы мне просто сказали, что происходит. Они сказали, что это рыбаки сети ставят. Ну какие сети, это смешно звучит. Так что у меня нет ответа на этот вопрос. А толстолобики всем хороши, они огромные, вкусные, но они не размножаются в Саратове. То есть в Амуре, пожалуйста, здесь нет. И то же самое касается белого и черного Амура, также акклиматизированных у нас в Волге видов, которые не размножаются. То есть они растут до такого размера и на этом дело кончается. А это вот тот буфало, которым называют карася. Он, конечно, похож, но немножечко другой. А я даже думаю, что в 80-е годы столько раз скрещивали и осетровых, и вот этих карпообразных, что может быть там какое-то влияние буфало в современных карасях и есть. Это вот тот голец, которым мой сом начал закусывать в первую очередь. Декоративная рыбка, очень маленькая, очень такого экзотического внешнего вида. Они мне очень нравятся, как аквариумные. Это щиповка тоже рыбка, которая у нас заводилась в песке в основном, она очень часто закапывается, прячась от хищников, и мне кажется, что правильно называть ее шиповка, потому что у нее под глазами такие шипы, они достаточно ощутимые, она ими колется. Тоже прекрасная рыбка, ее используют только как насадку. А вот это шемая, которая очень похожа на маленького такого голавлика, по размерам это уклейка, верховка или то, что на Волге традиционно называют баклешка, то есть рыба, которую насаживают на крючок для того, чтобы поймать что-то другое, но ее раньше никогда не было. Она появилась буквально лет 10 назад в тех количествах и теперь это подавляющее большинство в видовом составе, который водится на глубине метр-два. Ее дикое количество и это новая реальность, которая у нас в Саратове есть. Что? Еще раз. Есть два вида шимая, откуда она пришла я тебе не могу сказать, либо из Черноморско-Азовского бассейна, либо из Каспийского. Есть два вида. Вот какой-то конкретный надо разбираться, но у меня руки не доходят. Вот. А у нас ее никогда не было. Теперь просто ее невероятное количество. И вот теперь бычки. Это, наверное, самые красивые, самые такие фотогеничные рыбы нашего Саратова. Это бычок кругляк в брачном наряде. У него еще здесь вряд ли видно, но у него голова вся покрыта еще белыми такими бугорками, то есть он к моменту нереста раскрашивается вот в такие вот экзотические черные цвета. Ну и опять водяной уш его отвлекает от этого очень приятного процесса. Это еще один вид бычка. По-моему, как-то он большеголовый называется, но для того, чтобы в тонкостях разбираться в бычках, как я прочитал опять же в журнале «Рыболовство и рыбоводство» в свое время, требуются специалисты узкого профиля, то есть их нужно еще и сравнивать. Сейчас дойдем. Мне вот из всех бычков самый симпатичный «Бычок Цуцик». У него такие, во-первых, трубочки на носу зачем-то нужны, а во-вторых, уж больно название смешное, и мы цуцками говорим, что там замерз, как цуцик, еще что-то, а это вполне официальное название для рыбы. Это подкаменщик, который в «Красной книге», который тоже бычок, здоровый, однажды я его даже поймал на перемет и весил он грамм 400-500, то есть прям такой большой, солидный, так, что его можно пожарить. В «Красной книге». Очень редкая штука, но вот сколько раз я ее в жизни видел, это, конечно, удивительно. Если бы она не была такая маленькая, это была бы катастрофа для Волги, это звездчатая пуголовка. Вот выглядит она как морской черт, вот так вот, страшно, она очень сильно замаскирована, но спасает то, что она размером со спичечный коробок, и зла никому не делает, и, конечно, да, но выглядит, вот я бы, я бы их завел у себя дома, но не могу совместить эти два события, когда я ее вижу, и когда мне есть, как ее транспортировать в Саратов. А это вот тот самый ротан амурский, который благодаря аквариумистам у нас размножился, но опять же, сколько не говорили, что этот ротан, который питается икрой, молдью, ценных промысловых рыб, представляет серьезную угрозу, ну, пока этого нет, то есть он живет в каких-то своих там водоемах, он не выходит на Большую Волгу, в протоках, да, встречается, но не катастрофа и слава Богу, а вообще это москвичи виноваты, потому что они первые его завезли в аквариумы с Дальнего Востока, и он уже оттуда пришел к нам. А вот рыба-иглы, которая поднялась из Каспии, стало столько, что уже вот идешь по воде и все время в нее наступаешь. Не могу сказать, хорошо это или плохо, питается она микроорганизмами, никому не мешает, но вроде бы пока от нее вреда никакого нет. Чрезвычайно любопытная рыба, потому что у нее икру и молоть вынашивает самец. То есть понятное дело, что икра образуется в самке, она ее оплодотворяет и после этого дает самцу и уже самец занимается всем дальнейшим потомством, а самки, ну не знаю, где-то там по-своему плавают. Это вот тот налим, про которого вы спрашивали, который спасает себя тем, что впадает спячку летом, а зимой то у него как раз вся жизнь не происходит. И нерестится он там в январе-феврале, когда во всех других сферах жизни полное затишье, налим как раз бодрствует. Это единственная пресноводная треска, страшно вкусная, на базаре купить невозможно, что с этим делать, я не знаю. Я ловил случайно раза два в жизни, и то это было, ну просто на перемет попадался. Наверное, это была ранняя весна. И вот то, что мы называем сельдью. Это на самом деле не волжская сельдь, которая очень редкий краснокнижный вид, это, наверное, все-таки пузанок каспийский или черноспинка. Я вот точно не берусь сказать одно из двух, либо пузанок, либо черноспинка. В огромном количестве опять же появилось в Волге. Раньше мы окуней ловили на так называемой кембрике, это небольшие отрезки проволочки. А теперь поймать ведро вот этой селедки в кавычках совершенно обыденное дело, только непонятно, что с ней дальше делать. Дело в том, что та селедка, которая продается в магазине, она идет на нерест, поэтому она жирная, у нее икра, молоки, вкус и прочее, прочее. А эту мы ловим в фазу ее активного хищничества, когда она нагуливает только жир на осень, поэтому они резкие, стремительные и совершенно плоские, кроме костей там ничего нет, кот есть не хочет, и что делать, я не знаю, но в Астрахани ее ловят теперь с набережной, как так получается, не знаю. Вот, это я когда-то упражнялся в каких-то вот, ну, то есть буквально за один заброс там вот можно поймать, я думаю, что если у меня было пять крючков, там я штук пять бы поймал. Да, это вот какие-то самые пошли, ну, понятно, чтобы посмотреть, да, на размер, ну, вот такие самые вполне еще у нас в черте города встречаются, все это можно поймать, это вот моя дочь его держит, она его сама поймала, вот еще какое-то, ну, и так далее. Все, я закругляюсь, рассказываю очень быстро о известных личностях нашего города, которые были рыбаками. Когда я стал составлять вот эту вот фотоподборку, я обнаружил, что такое количество среди нас рыбаков, что совершенно напрасно это занятие, потому что буквально каждый второй известный человек в городе так или иначе имел отношение к рыбной ловле, однако же не все это афишировали. Поэтому я взял то, что у меня ближе всего лежало в компьютере и ближе всего к той специфике, которой я занимаюсь, это саратские художники и литераторы. Вот, это традиционный выезд на рыбалку на гулянке, это семья Боровикова, будущий писатель спит в трюме. Это у нас слева заслуженный скульптор Кибальников, который варит уху, а справа от него вот, по-моему, неизвестный. Нет, нет, сейчас, секунду. А это отец Боровикова, тоже русский писатель. Это на гулянке Боровиковых, слева Кибальников, а в центре это его помощник по скульптурной работе, которого он тоже привозил постоянно в Саратов, он ему помогал. Товарищ Кибальников что-то делает на острове, я не знаю что, а рядом с ним стоит тесть Фомичев Василий Осипович, наш художник, тоже был заядлым любителем и Волги, и рыбалки, но вот у меня не нашлось фотографии, где он в процессе находится, вот почему-то только тесть есть. Это поэт Борис Озерный поймал все-таки Осетра, это вот автор многих книг стихотворных человек, который буквально жил рыбалкой и при этом был председателем Саратского отделения Союза писателей. Вот так выглядели наши писатели, возвращаясь с рыбалки, это Борис Озерный и Юрий Савельев, это дядя будущего директора Тюза, который вот очень на него похож, вылетела его фамилия из головы, Семенов, прошу прощения, Семенов, а директором Тюза был, забыл, вылетела. В общем, это не бомжи, вот люди так ездили на рыбалку, и в общем-то я их прекрасно понимаю, потому что через день вот я в таком же виде собственно и нахожусь, то есть это не Затон, это по-моему набережная. Мне кажется, что это набережная, это еще до строительства нынешней набережной, то есть это улица Миллионная, они где-то вот ближе к нынешнему мосту, но моста нет еще. Очень колоритные ребята, да. Это вот поэт Тимохин и поэт Озерный на рыбалке в палатках ничего не ясно, но видно, что и в этих условиях можно жить. Это Сергей Трунев, доктор философских наук у меня затесался с уловом, я решил его вставить с этой щукой. Вот. Лада, скажи, пожалуйста. Это слева, да? Сейчас, секунду. художник Миловидов Борис Васильевич будущий Бесмобилов, Миловидова, которая вела передачу. И честь нем Александра Тичь детства художника тоже. Спасибо. Да, это уже Казанка, это уже не Гулянка. Вот, кстати, я про Миловидова не знал, у меня это не записано. Вот, а это родители, да? Это саратские художники, это дед и матушка, да? То есть, это Наталья Александровна Чечнева и Чечнев Александр Игоревич. Вот, саратские художники. Ну да, видно, что еще не Гулянка. И наконец, все, я заканчиваю. Последняя папка про знаменитых людей. У нас понятно, какие сейчас дни идут. Это нас, Юрий Алексеевич, в процессе как раз проверки вот этого вот самого вентиля. Вот вот так это все происходило в ужасных условиях. То есть, вот эту штуку он проверяет где-то там на Волге. Я не могу сказать, какой год. Я не знаю. Это идет без обозначения, откуда это фото, я не могу сказать. Гагаринов не могу, я обычно говорю. Это нас, Юрий Алексеевич, с лещами. Но тут видно на что их поймал. Вот это что с балберками, обрезание этой лисети, я не могу сказать. Ну, мне кажется, ну, я не знаю, это до полета или после, я не знаю. Ну, значит, до. В 65-м году он приезжал единственное раз в старатах, это было январь. А, ну, тем более до. Тем более до. Явно это еще уже, вернее, не звучащиеся. Ну, да. И вот последняя с ним фотография. Это они как раз проверяют бред. Так, так, так. Вот тут мне не очень понятно. Вот по размерам это бред. но что вот они с ним делают, ну, наверное, как-то пытаются, скорее всего, они запутались в камышах и пытаются его оттуда вытащить. Вот, наверное, не знаю. По-моему, все с Гагариным. Вот, у нас прошло, да, у нас уже прошло два часа, поэтому надо заканчивать этот увлекательный разговор, который на самом деле можно вести часами. Я уверен, что у каждого связанное с этой темой, который обязательно меня поправит, который дополнит и скажет, что вся вот эта наша история, это на самом деле было прекрасно и рыбалка это, наверное, то, что в нашей жизни выполняет незаменимые функции. Спасибо вам Спасибо.